Сотрудники центра Велес попросили помощи у петербуржцев. Уже много лет волонтеры этого центра спасают диких животных. Тех, которые получили какие-то травмы и не могут сами вернуться в привычную среду обитания. Сейчас в карантинном центре проживает больше 200 таких подопечных. Там и маленькие ежи, и медведи. Всем им нужен уход, медицинская помощь, еда. Общественники и волонтеры не получают никакого государственного финансирования. Сейчас столкнулись с тем, что не могут своими силами построить летние ванны для животных. Мария Терехина объяснит, зачем они нужны. Медведям центра Велес срочно нужна помощь. Совсем скоро не могут остаться без летних ванн. Сотрудники питомника поясняют, это не прихоть. Для зверей, живущих в вольерах, они просто жизненно необходимы. У нас сотрудников, мы не скрываем, 3-4 сотрудника, постоянно работающих. Поэтому просто не успеть 16 медведей полить из шланга нереально. А так они самостоятельно сами забираются в бассейн, так называемый, и сами уже регулируют, когда им нужна вода, когда нет. О личном бассейне мечтает и львица Эльза. В знак согласия машет из клетки лапой и надеется на понимание. Кроме того, животные центра нуждаются в свежих фруктах и овощах. Иди ко мне скорее, иди, 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 маленький, иди, медвежоночь, иди скорее. Пока медведь Потап, один из первых питомцев центра, лениво грызет грушу, в соседнем вольере банда косолапых обедает со зверским аппетитом. Едят исключительно ведрами. День на одного медведя у нас ведро каши с мясом либо рыбой. И два ведра фруктов, овощей, яблоки, морковь, плюс ягоды, финики, сухофрукты. Звери, как маленькие дети, с ног до головы все в каше. Вольеры после такой трапезы приходится отмывать часами. Поэтому, говорят сотрудники питомника, они ищут сварщика, который сможет смастерить для хищников специальную кормушку. Нужны стационарные кормушки, которые вварены в стену, чтобы меньше они разбрасывали, раскидывали, потому что это все приходится убирать. Нам нужны такие перекладные внутрь-наружи, чтобы вытаскивались. Мы их разработали, сделали, там чертежи есть, но, к сожалению, цены бешеные. У центра «Велес» нет аналогов в России. Здесь помогают диким животным, которые пострадали от рук человека или от зубов других зверей. Медведицы Маши охотники отстрелили лапу. А этого лося по кличке Люминька чуть не загрызли бездомные собаки. Больше месяца в реанимации, потом в реабилитации. Вон, шрамы сейчас прекрасно все видно. Больше 60% тела в шрамах. У нас, вон, красавица. Выходи. Ну, такая лосища. Сейчас в карантинном центре проживают более 200 животных. «Велес» не поддерживается и не финансируется государством. Он существует лишь благодаря волонтерам. Поэтому здесь всегда рады добровольцам и любой помощи. Неравнодушные петербуржцы могут либо сами приехать сюда каждый день с часу до пяти вечера, либо передать свою посылку для животных через автоволонтеров. Не то что работники центра, а питомцы вам точно будут благодарны. Мария Терехина, Константина Ужин и Татьяна Климова. «Известия» специально для телеканала 78.